всем привет у меня сегодня крик души хочу вам рассказать про то как нужно выбирать коляски для новорожденных ну начну я с того какие бывают коляски виды колясок это классика трансформер и модульной коляски это два в одном и три в одном сейчас буду все показывать и рассказывать и так коляска классическая на классической раме на больших колесах эту коляску я катала катала ребенка в этой коляске и поэтому могу вам сказать плюсы ее и минусы плюс она очень мягко идет по неровной дороге все кочки все неровности камушки амортизация срабатывает и мартеры все кочки сглатывают как говорится амортизация идет как спереди так и сзади вот эти коляски также бывают насколько я знаю два в одном и три в одном минус в этой коляске это управление то есть колеса передние они никак не поворачиваются если вам надо поменять направление вы приподнимаете немножечко колясочку и задаете ей нужно вам направление вот еще классика сейчас я вам скажу почему я ее не купила мы выбрали коляску модульную три в одном я выбирала между модульной и классической классическую я не выбрала почему потому что мне не понравилось вот второй блок мне не понравилось как он выглядит если бы я сейчас выбирала бы между модульной и классическая бы наверное все-таки выбрала классическую почему расскажу чуть позже когда дойду до модульной коляски и еще какие классические бывают смотрите на колесиках на маленьких но эти колесики насколько я знаю они не очень практичные в плане того что если что-то попадет острое под колеса то их придется постоянно надувать и заклеивать а кстати да у этих колясок очень удобные корзинки для хранения вот тут вот кстати говоря на этой модели не такая корзинка и тут кстати тоже не такая я говорю про корзинки вот таких ну скажем так классические здесь спокойно можно как положить так и достать какие-то объемные вещи поэтому на эта корзинка для хранения вещей багажник назовем ее так очень удобная дальше коляска трансформер смотрите это коляска трансформер сама я ей не пользовалась у подруг тоже нет ни у кого такой коляски вот но насколько я знаю на рынке она самая дешевая коляска трансформер как я понимаю у этой коляски ручка перекидывается назад вперед то есть не короб вы переставляете лицом меняете то вперед то назад а ручку вот все что я могла сказать про коляски трансформер я сказала давайте перейдем к следующему и так вот модульная коляски третий вид модульная 2 в одном и модульная 3 в одном посмотрите внимательно и сейчас экран отключу и буду вам рассказывать уже так скажем глядя вам в глазах итак плюсы модульной коляски три в одном и два в одном в общем плюс это управление передние колеса можно зафиксировать и не будут ехать только прямо и раз фиксировать можно поехать как влево так и вправо объезжай какие-то препятствия камушки и что-то еще значит из плюсов больше вам ничего не могу сказать единственное могу сказать по колесам на шасси я не знаю может быть сейчас уже и на классике делают гелевые колеса которые не боятся никаких стекол острых камней то есть их не придется каждый раз заклеивать и надувать у нас были гелевые колеса на модульной коляске и мы ездили прекрасно ни разу нигде ничего не лопнуло без проблем ездили из минусов это амортизация как я вам уже сказала на классике амортизация как спереди так и на колесах у как правило у модульных колясок амортизация только на задних колесах когда я первый раз вышла гулять с дочерью она весила 350 может чуть побольше я была в шоке тем как ехала коляска она тряслась и конечно потом когда ребенок набирает вес и уже мартеры чувствуют это и начинают срабатывать там конечно да проблем нет минус еще у этих колясок это багажники мне было неудобно большую какую-то сумку или там памперсы или что-то еще туда положить это одно положить еще как-то ну можно затолкнуть и ехать а чтобы достать это надо постараться достать оттуда еще у модульных колясок насколько я знаю есть такая функция у короба для малышей можно менять наклон то есть когда еще малыш не сидит его можно немножечко приподнять чтобы он вас видел и видел окружающий мир вот так вот в принципе и все что можно сказать по первым коляскам для новорожденных хочется еще добавить про коляски прогулочная у нас коляска прогулочная я бы не сказал что она дешевая но мы купили отвратительную коляску которая мне совершенно не нравится консультант был в магазине никакой и мы купили коляску на трех колесах то есть сзади две два колеса спереди одну но оно было двойное могу сказать что на трех колесах коляска очень шаткая ребенка если оставить одного он просто-напросто и и опрокинет и упадет ступнице не дай бог головой или чем-то еще в общем она травма опасная не берите на трех колесах если даже вы хотите взять на трех колесах хотя бы посмотрите в магазине посадите малыша посмотрите насколько она безопасна насколько она стойкая поэтому вам удачи выбрать выборе колясок всем пока пока до скорой встречи скоро вас ждет очень интересное видео про раннее развитие ребенка о вот начало чуть ли не со старого а а а